Это у нас игра, наконец-то, написали все рэди, все готовы. Пистолетный раунд в защите, я напоминаю, играет команда Cloud9. Ну и будем смотреть от них, вроде как, первый оверпасс на этом чемпионате. Хорошо, что они начинают за сильную сторону для американцев, конечно же, потому что они смогут здесь забрать хотя бы раунду в 7, я ставлю, потому что на оверпассе, ну, американцы вообще ничего не умеют. Хотя, да, опять же, мы слышали Амирана, но мы сейчас узнаем. Узнаем, что будет происходить. Тут нужно уже именно перестреливать противника. Стюб, смотри, как жестко выходит вперед. Поджимчик, поджимчик, и два человека его ждут. Явно были готовы к этому SK Gaming. CallZero вместе с FNX, разваливая также Nothing, подключается в двери Shroud, но понимает, что это не была война. Хотя нет, вешает хэдшот и, возможно, переставит CallZero. Тут все-таки юспик против Глока, и команде SK Gaming нужно играть аккуратно. Влетает хороший смок, теперь немножко Doodle промахивается на туалетах и уходит на Upland. Fair играет очень аккуратно и грамотно поджимает эту точку. По поводу, кстати, аккуратности со стороны американцев, это так не выглядит. Мы видели, что Automatic продолжала пушить Underground, и если бы не получил бы там смок, то он бы дальше пошел сжать. Интересно, с чем это связано. Видимо, американцы считают, что варианты, кроме как именно зажать противника в самой середине карты, то есть не дать ему вообще ничего сделать в самом начале раунда, это единственный вариант. Потому что именно дефолты от Cloud9, ну, видимо, страшно. Видимо, страшно принимать на планете SK Gaming, и они сейчас, видишь, разворачивают атаку в сторону B-планта. Да, здесь один Automatic, пока что видит, как летят гранаты, зовет тиммейтов, прилетает четкая флешка, Automatic нужно уходить, он ничего не видит, хотя эффект проходит, и можно кого-нибудь тоже отстрелить. Хороший хэдшот, включает Аскадудл, бомба выпала, слишком медленно заходили SK Gaming. Ситуация 2 на 3, бомбу Fallen поставит, но в этот момент пушится Plant, и 800 долларов Fallen заработал, однако он один в три и погибает. Команда Cloud9 берет пистолетный раунд. Слишком долго SK Gaming заходили под свои банки на точку B. Габриэл все правильно сделал, он понял то, что шансов уже чрезвычайно мало, поэтому поставил бомбу, что дает возможность SK Gaming играть на третьем раунде. Хотя, кстати, по-моему, образится регулярно, даже при поставленной бомбе играет Force Buy на втором. У меня есть такое предположение. Ну вот, да, вот оно поехало, теки пришли, арморы пришли вторые, соответственно, FNX остается только еще не закупленным, сейчас посмотрим, что он будет выбирать. Это будет Desert Eagle, так что это 4 тека и Desert. Фамас и ОМПшки у нас у команды Cloud9, ну и в ответ Force от SK. Они занимают довольно быстро область фонтана, никто с ними из команды Cloud9 не воюет. Ну и при этом на туннеле снова спустились игроки команды SK Gaming. Fallen уже на детской площадке контролирует длину. Ну и на дефолте, грубо говоря, парни из Cloud9. Стюи вернулся на туалет, SK Doodle в том числе. Ребята контролируют банан. А вот длину никто толком не просматривает. И, возможно, именно через эту точку пройдет команда SK Gaming. Совершенно не похож Trunk, кстати, на предыдущий. И мы видим, что Cloud9 все-таки поняли, что ранние поджимы могут стоить слишком дорого. Но и сейчас они с девайсами просто не хотят дарить раунд SK Gaming, потому что это нанесет им слишком большой экономический урон. Shroud вместе с Nuffing все еще контролит возможные выходы в сторону больших песков, а SK Gaming окопались в районе Underground. Подходит у нас очень аккуратно, судя по всему, SK Gaming на точку B. Правда, бомбу забыли на детской площадке, и, по-моему, они об этом не знают. Хотя вот возвращается у нас Fallen, пытается ее найти, не зная, где бомба перед фонтаном или за. Да, на детской площадке Fallen тратит очень много времени. FNX старается реализовать свой Desert Eagle, начинает нашивать через деревьях Аутематика, но не попадает. Аутематик вроде как видит, что это выход на B. И в три ствола команда Cloud9 будет принимать именно эту точку. Ох, Shroud ждет вместе с Nuffing очень-очень много. Они могут здесь заработать при помощи своих фармганов. Аутематик все еще сидит с FAMOS на малых песках. SK Gaming готовит этот сплазар. Все-таки выход идет, Shroud принимает одного Nuffing, второго. Так, вместе со Фрэнксом и парнями валится один за другим. Однако Fallen умудряется сделать два килла, коллзера падает. И теперь Fallen один. Габриэл должен спокойиться. У него есть раскидки, у него есть возможности. Но влево Молот вперед себя смог не помог. Аутематик делает последний килл. Слишком много у нас игроков окружало Fallen. И, собственно, повторялся отчасти первый раунд, когда его тоже окружало три человека. Как бы он не дрался, все-таки один в три, наверное, тяжело. Очень тяжело. Снова хороший байон у команды Cloud9. Продолжают они играть с теми же МПшками. Кто-то покупает М-ку. Ну, а ребята из SK Gaming по 2000 долларов. Это Глоки. 2 по 250-х от Такар и Fallen. Занимает опять Фонтана. С Тью у нас действует на туннеле. Пытается услышать оппонента. Вроде как ФНХ должен был только что услышать. Ну и очень уверенно пушит с МПшкой, потому что ФНХ таклок. Он слышит атака заходящего в спину. Така минус. На ФНХ тоже сейчас будет, скорее всего, минус. С Тью выходит над стекнайном. Разрубает одного, разрубает второго и третьего. До свидания. И ФНХ вместе с Fallen остается вдвоем. Ну, просто разрушены кабины. Сейчас бразильцы были. Постараются у нас сейчас еще два оставшихся игрока команды SK Gaming что-то предпринять. Но Fallen один и все-таки погибает от Скадудла. 3-0. Клаудан довольно уверенно берет пистолетный раунд. Второй и третий. Начинается первый бай. Наверное, плохой весточкой для болельщиков команды SK Gaming является то, что Fallen без АВП. А мы знаем, что этот парень очень круто играет именно с этим девайсом. И что самое главное у Скадудла и снайперская винтовка. И это бонус для Cloud9. Ну, на оверпассе реально очень-очень много вопросов может решить снайперская винтовка. Очень много лонг-дистансов. Именно то, что Скадудл пытается реализовать свой спаун. Выходит на фонтан. Там никого нет. SK начинает свою атаку в сторону B-планта. Вычищает сейчас андерграунд, на котором никого нет. И возможно будет выходить в сторону OBS за одновременно больших песков. Ну, пока они играют медленно. А команда Cloud9 их читает. Четыре человека у нас у американцев на точке B. И при этом один лишь Скадудл охраняет банан. Скадудл замечает соперника, промахивается, уходит поглубже. Можно откидывать под себя гранаты. Собственно, так и происходит. Скадудл один смог на банан и коктейль Молотова под туалеты. Ну, а SK Gaming на Машниле. И, соответственно, стягивается теперь на точку B. Но тут все равно три человека, и выйти будет довольно тяжело. Мне интересно, это вообще задумка на Финга и Шауда. Именно стоит такой даблой на больших песках, потому что они считают, что SK... О, выдвигается первый, второй. Пошел, нафинг, делал два минуса. Одна к атаку в ответ. И нафинг, и жаут. Он валится на землю. Аутиматик тем временем выходит с малых песков. Так, уселся у колонны. Ферр его прикрывает. И мы видим то, что успокоились с SK. Нужно действовать. Атака боится. У него один из хп. Слетает ХЕшка. Теряет довольно много хп. Из одиннадцати, да, половину. Или даже больше. Четыре хп остается. Аутиматик переселивает фаера в малых. И Аутиматик смотрит дальше зигзаг. Калдзиро получил какую-то информацию. Калдзиро является одним из лучших игроков команды SK Gaming. И, возможно, сейчас потащит один в три. Потому что атака уже погиб. Бомба лежит у нас за колонной. Первый пошел. Калдзиро чекает спину. Малых замечает TUE 2K. Тот немножко попадает по нему. Замечает еще и второго. Ну и теперь точно знает, где кто стоит. Ошибается у нас TUE 2K. Теряет много хп. Но все-таки Skadoodle прикрывает эту позицию. И 4-0 в пользу Cloud9. Что ж, очень тяжелый момент для SK Gaming. Сейчас они понимают, что они прикрали только пистолетный и два следующих. Но еще и девайсный. И пока что ничего не получается. Но это все за счет вот этих замечательных стояний на больших песках. Шраут вместе с Nuffing. Им делают довольно большой объем работы. И да, атака удалось сделать два минуса. Но мы помним прекрасно, насколько мало у бразильцев осталось хп. И дальше при вот этом стоянии, которое они устроили на B-планте при стрельбе 3 на 3, ничего не получилось. Подходит SK Gaming снова под B-плент. Судя по всему, они именно эту точку хотят пушить. А команда Cloud9 к этому явно готова. Nothing неплохо жмет. Откидывает коктейль молотова на плент. Falling тем временем ловит шрауда. Nothing ошибается. Два человека у команды Cloud9 падают. Правда, есть Automatic в малых песках. Сгорает все-таки ColdZero. Automatic жмет дальше. Минус FNX. Остается так один против всех. И погибает у нас игрок болезнистской команды. 5-0 в пользу Cloud9. Тяжко. Тяжко. Но берет он паузу тактическую. Сейчас нужно побазарить о том, что же делать дальше. Второй девайсный раунд. Нужны какие-то задумки. Мне кажется, что SK просто стоит немножко уделить больше внимания в сторону UplandUp. Потому что они вообще не работают там. Хотя, с другой стороны, у них есть хорошие раскидки. Мы все прекрасно знаем, насколько много они раундов раньше на А делали. Но сейчас такое ощущение, что у них синдром кубулстоуна. Вспомню вот этот бесконечный B-планет. И сейчас на оверпассе примерно то же самое повторяется. Ну, они хотят гнуть свою линию. Они отталкиваются от того, что прорвут рано или поздно вроде как B. И только после этого смогут пойти на A. А вот просто так на A почему-то не ходят. Но не знаю, будет ли это работать. Пока Cloud9 постоянно их читают. По дефолту принимают втроем, как и многие коллективы. А часто бывает и четвертый подходит очень быстро. Ну и, соответственно, четверых Cloud9 прорвать тяжело. Там, кстати, вот позапрошлом раунде, когда два в больших стояли, первый жмет, делает два минуса и немножко не везет второму. Но они раздамажили все равно там Така до 11. То есть я уже говорил об этом. О том, что бразильцы очень сильно просели. Даже несмотря на то, что смогли сделать эти два минуса на больших песках. И, казалось бы, уже все должно быть легко. Но они и Така просел. И, по-моему, еще один там парень был полу-ХПшный. То есть с 50 примерно процентами ХП. Ну и начинается какой-то дефолт от СК. Они вроде как поговорили. Они вроде как должны сейчас быть заряжены. Ну и что самое главное, большое зеленое оружие в руках Fallen появляется. И сейчас при помощи этой палочки и ручалочки можно вытащить раунд. Fallen с авиком бегает у нас на фонтане. Чекает пока что какие-то поджимы. Ну а команда Cloud9 отошла. Кстати, вначале они использовали интересную фишку. Дропнули друг другу АВП. Стюи был снайпером. Он пошел использовать свой спаун. Не попал или даже не стрельнул. Ну и потом ребята поменялись оружием. И теперь стандартус кодудл на АВП. Но Стюи рядом с ним играет на Эмке. Ну и, кстати, на точку А. Судя по всему, пойдут искать гейминг. Но из-за того, что они слишком медленно занимают банан, у нас летят вот эти смоки. Смотрю, куда Бома перетягивается. Вот она стоит сейчас на Т-спауне. И, видимо, это будет Б. Да, это будет Б. Они пытаются делать фейк в стороне АПлента. И выйдут на Б. Fallen откидывает туда еще один смочок. Можно даже здесь какой-то минус выцепить, если получится. Но, видимо, не получается. Fallen вместе с Фером ротируется в сторону БПлента. И вот теперь уже самая главная проблема. Это Nothing вместе со Шраудом. Nothing. Приемка от него. Убивается, разменивается один в один. Ну, один это неплохо. Фэнекс ловит нафига. Стюй, тем временем отфиливает Ферра. Ситуация 4 в 2. Погибает от Шрауда Fallen. С АВП он ничего сделать не смог. Калдзира с Фэнексом в больших песках. Откидывает коктейль Молотова. Коктейль в никуда. Шрауд теперь не отнимает бочки. Замечает на планете соперника. Но и Калдзира остается один. Делает 1, 2, 3. 19 хп. Бомба на планете 3 секунды не успевает. Нет, не успеет. У нас игрок защиты грамотно сейвится. Кажется, что если бы Калд сразу же после второго фрага пошел бы, забрал бы бомбу, то, может быть, успел бы. 3-4 секунды. Нет, вряд ли. Он подобрал бы бомбу. В Жан-4 нужно было бы ставить. Вряд ли. Может быть. 6-0. Ну, в любом случае, даже такие минусы Калдзира не должен был делать, судя по всему. Ну, то есть, пока явное превосходство серверо-мигрантской команды Клауд Найн над СК Гейминг. И паузу уже ставили одну. Да, да. СК-шники. Пора брать вторую, может? Не дают бразильцам стрелять по-человечески. То есть, на ударную удобную позицию никто из команды СК не может адекватно выйти. То есть, Клауд Найк просто перестрелил сам в самом начале. Очень хороший АИМ. И СК дудл. Прострел от него по фолну. До свидания. Фолун. Ну, и все. На лонге убили. На ЗЗ убили. И теперь уже СК в меньшинстве 3 на 5. Это практически не берущийся для них раунд. Да, по стрельбе действительно никаких проблем у нас у команды Клауд Найн нету. Видимо, не зря они обыгрывали 2-0 команду Маус Спортс в полуфинале. И если изначально нам могло показаться, что это немцы что-то там не дотренировали. Теперь мы видим, что команда Клауд Найн готова выигрывать этот турнир. Наконец-таки ФНХ ловится 2-2К. Но все равно ситуация 3 на 4. И ФНХ просел 10 хп. Ребята из СК Гейминг зажали гранаты и готовятся раскидать планета. Мне очень нравится, когда команды, которых никуда не приглашают, начинают выигрывать. И если брать следующие ивенты, например, Aum Oakland, который будет проходить в Америке. Так, сейчас у нас заход на Аплэнд со стороны СК Гейминг. У них еще есть 50 секунд для того, чтобы поставить здесь бомбу. ФНХ 10 хп на лонге. Дабла от Фера и Колдзера на банане. И выход. Аутематик очень серьезно горит. Однако пытался сделать килл. Но Аутематик, точнее, но Аплэнд убирает одного, убирает второго. И они выходят все-таки на этот Аплэнд. В то время Шрауд разбирается с Фером, разбивает кабину ФНХ. Так, вместе с Колдзера бивает нафинга. И теперь регистрация один в один. Очень все серьезно. Один на один. Знает у нас Шрауд, что бомбу не ставят. Клодзеров и Ковал. И Шрауд берет этот раунд. Но это было потно. Это было близко. ФНХ с 10 хп развалил двоих игроков защиты. И команда SK Gaming сейчас могла брать свой первый раунд. Но парни не справились. Счет 7-0. Клауд Найн на коне. Самый близкий раунд, наверное, из всех, что имели SK Gaming. Кстати, денег, смотри, нет у нас в команде Клауд Найн. Достаточно много. Если они буквально один раунд проиграют, SK Gaming могут за это зацепиться. И, собственно, из-за этого SK Gaming сейчас снова делают Форстер и Эрморы плюс Калаш. Довольно много девайсов Клауда теряют на этих раундах. Однако они их все равно берут. То есть позитив имеет сумасшедший. Да, ты правильно подметил. Оууу. Правильно подметил, что если SK сейчас, например, возьмут с этими ЦЗшками плюс стэками плюс Калашами раунд, то можно будет разрушить американскую экономику. SK DUDAL. Но, как мы знаем, американская экономика очень волонтильная. И все в порядке. Можно там еще кредитование дополнительное взять. И все замечательно будет. Така с тэком на малых песках. Контролирует у нас зигзаг. Тем временем Фоллэм подошел на длину. И готовится раскидывать точку А. Три на банане, один длина, один фейкует Б. Так фокусирует внимание. Мол, мы опять идем на Б. Принимайте нас с троем. Ну, а мы выйдем на двоих. Возможно, получится. Но, по-моему, Клауд Найн не ведутся. Хотя нет, три на Б и два на А. И сдержать грамотную раскидку от бразильского состава будет довольно тяжело. Но, опять же, они могут играть уже чисто из-под ретейка. То есть остаться в живых все пятером. Ну, или, например, четвером хотя бы, если Стюит тут быстро заберут. Он получает флешку. Сразу же выход от Фоллана. Точнейшая голова. Влетает Стюит. Окей, Скадудл отвечает одним фрагом. Однако Феррю сразу же забирает. А у Тимматика выходит с банка. Неплохой отстрел Фоллана. Однако бомба будет поставлена. Мы видим, что СК сейчас втроем будут защищать ее. Один с Лонга, другой с Банана, третий с Плента. И Наффинг, конечно же, забирает Колдзера. Наффинг остается у нас за машиной. Ждут тиммейтов. Ситуация 3 на 2. Есть хороший девайс у команды Sky Gaming. Они видят, что могут взять такой раунд. Ферр играет аккуратно на банане. Его пытается запушить. Но при этом два красных. Ошибается у нас, ребята, команд Клауд 9. Натень, Лоид Ферр выходит на длину. Там у нас нет оппонента. Это ситуация 1 на 1. И он абсолютно не знает, где соперник. Натень. Чекает туалеты. Тут в смоке все-таки находится. Игрок атаки. ФНХ фейкует очень грамотно. Попиксельно передвигается. И Натень, по-моему, раунд это дает. Это же ФНХ грязный. Стальные. Стальные яйца у нас у ФНХ, друзья. 7-1. Причем у Нафинга были дефуза. Ну, надо было просто принять волевое решение. И выйти в этот туалет. И отстрелять там противника. Но мы видели то, что Нафинг надеялся, что он все-таки сможет запить противника. И дальше уже задефузить бомбу. Но не получилось. Не вышло. И отличнейший раунд от Sky Gaming. Довольно близкий. Все еще довольно близкий. Но хотя бы один он имеется. Я не смеяюсь, что сейчас зрители там просто заорали. Потому что так долго голодали. А не по победам. И Клауда сейчас показывает этот синдром Дигнитаса на эпицентре. Когда ты играешь две карты подряд по Best of 3. И ты заряжен. Ты на эмоциях. У тебя все замечательно. И многие считают то, что да, можно устать от полуфинала первого. Ну, например, SK. Они отдыхали. И вот сейчас мы видим то, что они все-таки как-то начинают супер вяло. ФНХ тем временем с Воленом на туалетах. Кстати, Клауда все-таки решили рискнуть. Купили 5-7 СЗшки и Амки. Денег было крайне мало. Но они хотят взять, опять же, ответный. И лишить команды SK Gaming всей экономики. Что ж, посмотрим, получится ли. А все или? Вот вопрос. По-моему, мне кажется, что если они бомбу, например, поставят, то они опять нормальный байс могут сделать. Я не знаю. В районе 5000 у них должно было быть денег. Фэр один с Калашом оставался. И, соответственно, или взорвался. Там я не запомнил. Поэтому в любом случае заберут. Ну, смотри, сейчас 1950 у Колда, например. Ну, это только у него. Всех остальных, наверное, будет поменьше. А, ну да, ты прав. Фэр. Фэр у нас играет с Калашом. Чекает длину. Опять медленно действует SK Gaming. И этим могут воспользоваться Клауднайм. 50-я секунда. Они только начинают перемещаться в начале банана. Соответственно, снова этот смог на 48-й. На 30-й, грубо говоря, ребята из команды SK Gaming могут заходить на Аплэнт. Но это мало. И опять повторяю, те же самые ошибки у нас бразильцы. С другой стороны, у них получилось в предыдущем раунде подобные вещи сделать. Да, и сейчас они очень-очень долго идут. 31 секунда остается. Они все сидят сейчас на подходах к Аплэнту. Их должен принимать с Тьюи вместе со своими тиммейтами. Вместе с SK Doudl'ом и Аутематиком. Там пистолеты. То есть огневая мощь все равно на стороне бразильцев. И вот она происходит. И SK Doudl все-таки убивает. Фэнекса. Колдзера отвечает на SK Doudl. С Тьюи сносит колда. Еще раздамаживает так. Однако хэдшот от него все-таки прилетел. И теперь же статся 2-3. На десятая секунда. Погибает у нас Аутематик. При этом в спину заходит один из игроков защиты. Так оставит бомбу возле контейнера. Уходит у нас на дыну. Непонятно, чем занимается у нас Шраут. Талса только что в дым как-то убить последнего оппонента. Ну и Nothing забирает соперника. Бомба будет разминирована. Денег у нас немного. Я не пойму, почему на последних секундах. У нас команда Cloud9, я бы не сказал, что сильно напрягает. Банан, снайпер ходит. То есть в принципе можно занимать намного быстрее все эти позиции. Зачем СК заходит на десятой секунде без понятия? Ну вспомним, пистолетный раунд Cloud9 очень агрессивно вышли. А вот после пистолетного их как отрезало. Они всегда играют такой дефолт, спокойный, глубокий. И может быть бразильцы ожидают все-таки возможных подпушей от Cloud9, потому что они набрали раундов и должны играть свободнее, легче и раскованнее. И соответственно СК ожидают подобных поджимов, ошибок и на них пытаются сыграть. Но вот этих минусов не получается из-за того, что они делают это, соответственно, супер медленно. У них тайминги уже очень-очень слабые, точнее таймер слабый. И ну приходится вот так вот врываться. А когда вы так врываетесь, любая ошибка, она стоит вам раунда. И мы сами видим, к чему это постепенно приводит. Сейчас у СК, ну я уже говорил, бай-то у них все-таки будет. Да, но бай не очень хороший. У них 2 арморы. Правда есть АВП у Фоллена. Но у Фоллена я бы не сказал, что его используют прям как-то пока хорошо по назначению. Мы абсолютно не видели каких-то топовых от него фрагов. Но опять же, это атака, это тяжело. Нужно вот так вот грамотно вычислять и постоянно пытаться кого-то найти. И буквально у тебя есть одна попытка. Ты видишь, промахиваешься, все. Тебя забирает скорее всего МК или прикрывает тебе позицию. Но вот он! Что? Как это произошло? Когда вы Cloud9 такой последний раз вообще видели? Почему они так стреляют? Кто в них вселился? Покажите мне эти наркотики, пожалуйста. Это просто что-то отдельное. Така. Така у нас пока что на зиге. Чекает возможный чек, так называемый, от защиты. Ну и команда СК Гейминг. Боже. Мы СК смотрим или Flipside Tactics? Я не понимаю. Это просто жесть какая-то. Или Маузов. Они ходят на шифте, на оверпассе и все. Доходят на 15 секунде, заходят и погибают. И знаешь, мне бы кто-то сказал, может быть, допустим, на них влияет 200 тысяч баксов, за которые сейчас играют, да, за первое место. Но это СК, они уже миллиард раз играли в гранд-финалах за еще большие бабки. И сейчас СТЮ просто нашивает на маленькие кусочки несчастного атака дальше. Ну как же так, СК Дуду промахнулся. СТЮ убивает еще и Фера, колдзер вместе с Финексом. Не понимает, что происходит. Все их тиммейты уже погибли. Они просто врываются на таз-пул, колдзер, даблкил. И достает еще иглок, но не получается ничего сделать. Финекс один в окружении противников. Это досвидание просто. Досвидание, СК Гейминг 9-1. Досвидули, досвидули. Сейчас бы без длины заходить на Аплэнд. Там просто игрок защиты ходит. Справа от него длина. Его всегда в любом другом раунде забирали бы оттуда. А он как бы, ну окей, длины нет. Я сейчас буду вас отстреливать и организовать перекрестный огонь с тиммейтами. Еще повезло, там, колдзера. Два человека за контейнером явно ошиблись и погибли. Собственно, из-за того, что они допустили фейлы. УСК Гейминг. Теперь глоки, P250 и таки без арморов. Они играют быстрее, но с такой игрой будет тяжко. Тут уличный денсер в андерграунде. Смотри, какой красивый. Раздамажил. Как этот парень стреляет? Да прекрати уже. Стиви, красавец, конечно. Я рад за американцев. Должна же когда-то и к ним повернуться удача. Так вот, чем я хотел сказать. Потому что у нас, соответственно, инвайты на большинство чемпионатов раздаются довольно заранее. За пару месяцев до, потом анонсы, все дела. И вот сейчас мы видим то, что Cloud9, команда, которая прошла онлайн-квалификации при помощи лиги, сейчас может взять первое место. А ближайшие чемпионаты, например, АЕ Мокланд, они не приглашены. Их там просто нету. То есть получается, что коллектив, который может сейчас взять очень-очень большой призовой фонд на первом месте, он просто не поедет и не будет себя показывать на следующих чемпах. Это же какой-то просто лол. Ну, ничего страшного. На самом деле команда Cloud9 присутствует на других чемпионатах. Поэтому они, в принципе, могут... Ой-ой-ой, аутематик как здорово раздает. Минус Fallen погибает FNX. CallZero тем временем старается расконтролить точку. Минус аутематик. Скадул откидывает смог под себя и уходит на длину. Ситуация 3 на 3. Ну и, соответственно, они могут в любом случае на других турнирах о себе еще заявить. Я не знаю, прошли ли они в легендарной команде на мажоре летом этого года. То есть получили они автоматический инвайт. Но если нет, будут в любом случае принимать участие в американских квалах. Я напомню вам, друзья, что у нас еще не один чемпионат. 3 месяца не удалось взять одной и той же команде. Начиная с E-лиги, которую выиграли Virtus.pro, заканчивая уже непосредственно этим чемпионатом, у нас постоянно меняется первое место. Не знаю, хорошо ли это или плохо, но конкуренция на CSGO уровне, судя по всему, огромная. Флешка на длину, Fall, FR, чекает, никого нету. Ну и на 40-й сиунде ребята с командой SkyGaming попробуют зайти на Аплент. Вообще подобная ситуация с командами, она очень интересна, конечно. Никогда невозможно предугадать. Было время, когда мы предугадывали Фнатиков, даже предугадывать не надо было. Они бесконечно просто брали все, что возможно, как робот Скадудл. Прямо от него Аплента, целых три игрока из SkyGaming. Ну это реально Flipside Tactics втроем выходить с лонга сейчас в окончании раунда. Но они убивают Скадудла. То есть, что самое интересное, у нас два игрока на Б-планте, Билла Шрауд выбегает из... Вообще без шансов, два забирают очень-очень хорошо. И остается только Nuffing. Nuffing один против троих. Нужно ему сейчас посмотреть на свою экономику, на экономику тиммейтов и, возможно, уйти на сейв. Потому что такой раунд заточить будет тяжело. Выходит Скалопы и погибает все-таки от фаера. Второй раунд для команды SkyGaming. Ничего еще не потеряно. Если кто думает, что легко искать гейминг сдадутся, вы не правы. Дело в том, что они играют у себя на родине, они играют на своей карте. Они знают, что на оверпассе можно взять 3-4 раунда и затащить за КТ. Собственно, если Клауда берут сейчас так много за КТ, почему и Сканни могут? Конечно, могут. И они это прекрасно понимают. Поэтому, ну, опять же, не два, конечно, раунда. 4-5 и камбэк из Риал здесь бабки не ходи. Ну и что самое главное, это все еще происходит в Сан-Паулу. Не забывайте то, что толпа ревет за Скгейминг из каждой победы. С каждым выигранным раундом, с каждым киллом. Люди орут, поддерживая свою команду. И Скгейминг чувствует это. Прекрасно чувствует это. Вполне возможно, еще и слышит. И Клауд Найн, понятное дело, здесь вообще никак не в фаворе. Ну и так и кампания начинает опять свой дефолт. Очень и очень медленно играют. Я не знаю, как они долго это будут продолжать делать. Однако у них есть всего, сколько, три раунда, да? Два раунда для того, чтобы это делать еще. Да, но вроде как хороший бай. И самое главное, они могут еще поломать экономику команды Клауд Найн. Поэтому если возьмут третий, может быть у американцев уже не будет денег. Достаточное количество. И четвертый они, судя по всему, себе точно обеспечат. Но вот как будто бы услышали меня. Нам немножко быстрее стали вроде как перемещаться. Занимая длину, активнее на банане пытаются играть. Скадудл промахивается, прилетает Смок. Скадудл вынужден отходить. Понимает, что на длине, возможно, находятся соперники. Ну и принимает эту точку. Стью тоже уходит глубоко на план. Но при этом Смок на длине. Фер под него заходит. И можно начинать действовать. Ну вот долгое время у СК не получалось брать Б. И теперь они начали обузить по кулдауну А. Вообще заходя только на эту точку. Причем мы видим то, что они ничего не делают по отношению к Б планту. Никаких фейков, ничего подобного. Опять собирается пятером. Двойка на лонге. Тройка на туалетах. Автоматик все-таки получает на себя хедшот от Колдзера. Скадудл точно выстрелом отрубает Фенекса и Фера. И Стью тем временем кладет фона. Очень-очень много потерь несут. Сейчас СК Гейминг так и пытается зажать противника у Камазика. Но ничего не получается. И Шраут мистит. Стью и Кейм ставят жирную точку в этом раунде. Да, это было важно. И команда СК Гейминг это важно отдает. У них теперь по 2000 долларов. Теперь они делают экономически. Покупают пистолеты. Хотя нет, они рискуют. Ой-ой-ой. Они рискуют на все деньги, друзья. В предпоследнем раунде. Очень странное решение. То есть они, ну, понятное дело, постараются сейчас взять третий, четвертый. Но если они ошибутся и не затащат, они пролетят со счетом 13-2. А они еще идут по точку Б. Ловят флешку. За Б-плэнт отвечает нас на Танг. Рядом с ним находится Аутиматик. Ну и довольно близко ко всем шраут. Хелпа будет очень быстрая. Колдзира вроде как пойдет первым. Прилетает флешка. СК Гейминг выходит на большие пески. Натанг кидывает гранаты. Все игроки команды Клауд Найн пока что слепые. Но Стью из верхнего этажа ловит все-таки Така. Приходит Аутиматик на помощь. Забирает Колдзира. Аутиматик откидывает нас с Мок на Зигзаг. При этом на пленте два человека. Отцелевает Фолона. Бомба не устанавливается. Аутиматик включается на пистолет. Фэр минус. Остается ФНХ. Один против четырех. Играет СЗшкой. Падает большие пески. Пытается возле бочи кого-нибудь найти. Натанг шмет. Ну и ФНХ по-моему погибает вместе с тиммейтами. ФНХ шансов нет. Нет. Давай Феникс. Давай тащи для нас. Для Бразилии. Да ладно. И шучу. Конечно его убьют. Убьют скорее всего. Но позиция ужасная. С СЗшкой здесь никак нельзя ничего сделать. Последний раунд у вас на экранах. Очень и очень тяжело. И кстати классный пролет. Мой любимый из машинки. Очень симпатичный. Я в свое время писал о том, что надо сделать пролет из машинки на оверпайсе и на т-спауне. Вот он для вас. И что касается Cloud9s. Следующими на лане мы их увидим по-моему 14-го числа на IBM Masters. Они будут квалифицироваться вместе с такими командами как Flipside, Tactics, Tailoo и другими. На как раз таки IEM Auckland они будут квалифицироваться. Там ланчик за 100 тысяч. Ну в общем мы это все для вас комментируем. Так что не забывайте подписываться на наши социальные сети. Обязательно делайте это. И следите за тем, что мы там для вас будем комментировать после этого чемпионата. А пока у нас SK Gaming играют с тэками, дизертоглами и ЦЗшками. Не так. Coldira. Coldira лучший игрок команды SK Gaming пока что на карте оверпасс. У него больше всего фрагов. Но при этом как бы больше всех. Но нельзя сказать, что много. Но в районе там 15 уже наверное накопилось. Прилетает стандартный смок на туалеты. FNX рядом контроль. Твер спускается в туннели. Занимает SK как обычно свое начало банана. Но и нужно действовать. А как? Когда у тебя в руках только лишь тейки. Нет коктейлей Молотова. Затем на Аплент нужно будет только под смоки. Но Аплент охраняет все те же. Стю и Аутиматик. Кстати на Аплент сейчас 3 человека. И снова команде Cloud9 удалось неплохо прочитать оппонентов. Ну начинается массовый раскид по сторонам Аплента. FNX будет открывающим. Здесь Стю отвечает вместе с компанией. Раскидочками пошли. Молот и все остальное. Стю отрубает одного. Выходит на второго. Однако ФР разменивает. Аутиматик даблкилл. Триплкилл. Квадрокилл. Будет? Нет. Он вытаскивает Тэк Найн. Адак Колдзер успевает его забрить. Но нафиг отвечает. И ставит последнюю точку в первой половине. Сумасшествие какое-то. Я просто не понимаю вообще. Что это такое? Вообще не понимаю. СК Гейминг как будто 3-2-2 матч играет. Ей богу. Просто без длины заходят. 3-2-2 за 200 тысяч. Не, ну понятно, что это шутки. Никакого 3-2-2. Никто не будет у себя на родине. Ну посмотри на атаку. ФНХ и Фоуна. 5 фрагов у Гэбриэла за половину. Ты когда-нибудь это видел вообще? Я видел. Я помню. Я помню. Это был Кобблстоун на первом дне эпицентра. 17 раундов. 5 фрагов у него было. И я просто рыдал от Гэбриэла. Но это извините меня гранд-финал. Боже мой. Ну что это такое? Соберись. Ты в Сан-Паулу уже. Да уж. Ну знаешь, фраги фрагами. Но то, как они еще тактически действуют. На своей карте. На карте, на которой они унесли нипов. Но опять же, мы видели за кт их игру. А вот за атаку у них вроде как проблемы какие-то начинались. Но мы это все списали в аналитике на то, что нипы там, скажем, плохо. Точнее, нипы там подвзялись. А СК наоборот, из-за того, что лидировали в первой половине с довольно крупным счетом, немножко расслабились. Но видимо, проблемы в атаке у парней серьезные. Просто окей. СК, может быть, сейчас слабенько отыграло свою карту. Но клауда не играют овер. У них вообще... Ну то есть... Да играют, они играют овер. Ну как же сказать, играют. Ты видел хвинрейты там? У них только онлайн. Они офлайн вообще никогда в жизни это не пикали. И против них практически тоже никогда ничего не было. То есть все очень грустно в этом вопросе. И на защите, окей, они бы там... Ну допустим, СК взяли бы 5. И мы бы сейчас увидели, что клауда либо очень хорошо умеют атаковать. У них есть свои задумки. Либо они вообще ничего на них не умеют. Либо что-то средненькое показывают. Но тут-то два раунда. Тут всего лишь два раунда. И клаудам надо взять, соответственно, 3 на второй половине. Какая бы их плохая атака ни была, я не знаю, как можно сейчас это проиграть. Я знаю, как это можно проиграть. Например, от Na'Vi последний камбэк на карте оверпас. Против Dignitas на эпицентре. 12-3 и 12-3 в ответочке от Na'Vi. Поэтому в теории все возможно. Команде SK Gaming сейчас может помочь то, что где-то некоторые игроки команды Клауд Найн могут уже держать кубок мысленно в руках. И это может подвести американцев. Ну вообще, все еще вторая карта, знаешь, там тоже все сложно. Да, Мираж, да, мы знаем, что Клауда это их пик. И то, что там они, скорее всего, будут посерьезнее, чем на оверпасе. Но у них хайп. Вот этот хайп нужно останавливать. У них с предыдущей карты еще пришло. То есть вспомнить с Моузами. Примерно то же самое происходило. Они все еще держатся вот на этой планке, где их просто прет. Как Dignitas в перло на эпицентре, когда они взяли планку. И дальше уже в гранд-финал они прилетели. Такие, да, их на одну карту остановили. Но что дальше было? Они просто уничтожили ВП в двух картах подряд. Тут, скорее всего, то же самое наблюдается. Да уж. Ну что, друзья, совсем скоро матч начнется. У нас, как обычно, довольно большая пауза при смене сторон. Рекламируют свою продукцию. Ребятки из команды ESL. Да. Ну и, может быть, и занимаются своими любимыми делами. Ну а вы, друзья, пока можете капу попускать. Чем еще заняться? Чем нам еще заняться в ждании второй половины первой карты гранд-финала на ESL Pro League? 750 тысяч долларов призового фонда всего вкупе. Ну а сейчас за гранд-финал 200 тысяч баксов. Господи, да это же не можно просто паков 300 доширака. Точнее, камазов 300 доширака. О, это B. Просто раша через зигзаг. Калдзира выходит, разваливает одну голову. Получает в ответ. Шрауд минус фер. Тем временем так, а тоже на зиге. Пытается прислать шрауда. Неплохо. FNX ловит с Кадудла. И остается последний nothing. И все-таки быстрая аркада от команды Cloud9 не получилась. Слишком легко они хотели взять тот раунд. Но у команды SK Gaming за диффенс по стрельбе из юспуф проблем пока что не было. Это была классика. Нашла коса на камень. То есть двойка выбегает в защите зезе, принимает этот раш и еще один выслойц. Там слишком много было игроков. Там даже не двойка, там тройка была. Там был еще один игрок на зиге и Фоллин выбежал из туннеля. То есть три было игрока на зиге, ты хочешь сказать? Окей. Ну 3B стандартно. Они принимали там как бы третий, наверное, сначала большие принимал, а потом понял, что это зиг и подошел к ребятам третьим. Снова быстрый выход от команды Cloud9. Делают они такую же тактику. Рашат, при этом зажались. У нас ребята из команды SK Gaming в малых песках. Просел неплохо. Один из игроков в атаке погибает на танк. Минск от Дудлс. Тьюи тоже. Аутиматик падает. И без шансов. Для команды Cloud9 заканчивается еще один быстрый выход на точке B. SK Gaming могут сейчас зарядиться. И как бы здесь камбэка не было. Я человек простой. Не знаю, что делать. Бегу на B rush. Это все. Ну а что придумывать-то? Если не знаешь, что делать, нужно просто идти. Не, ну как? Тренер-то должен быть. Слишком просто играть тоже не вариант. Они, понимаешь, вот то, о чем я говорил. Они могут подумать. Так, сейчас мы лидируем 13-2. Давайте просто зарашим и возьмем. Но если нет, там еще. Знаешь, вот такой подход, я его сам по себе помню. Когда ты думаешь, что раунды придут сами с собой. То есть как будто ты не должен ничего делать, потому что ты выиграл в первой половине с огромным счетом. Ну накат она и есть, да. Да, на самом-то деле ты должен. Ты играешь против СК. То есть раунды могли прийти сами с собой, если бы ты играл против пятой команды США. Дерзит FNX, смотри. Дерзит, дерзит. Очень уверенно играется МК. Ну и, кстати, команда Cloud9 засаду сделала. Они знали, что могут поджать их FNX и компания. Могут. Могут, мы видим. Ну а что им еще делать? Они сейчас засели. Дальше вот Гусько, Даком, въезжает в сторону Фонтана. Там FNX их принимает с шариков. И это не первый килл для FNX, что самое странное. Он все-таки отпускает СТУ и продолжает с ним сражаться. Получает довольно много дэмэджа. Аутиматик все-таки не реализует здесь свой глок. И FNX убивает его. Калдира с МПшкой. Чекает в туннеле. Замечает Калдиру сверху. В этом момент Натанька вырезает. И как же везет у нас. Он в спину его не зарезал. Боже, как такое возможно. А мы видели Сиздом, помнишь, когда он в боковину резал на Мираже? Да, но тогда было четко боковина. А тут вроде как видели спину. Ну непонятно. Повернулся, повернулся. Бывает. Шраут подобрал у нас МПшку. Прилетает коктейль Молд. У вас Кадудул начинает гореть. Выходит, ребята, на Фоллен. Ну и Фоллен жмет уверенным спреем. Забирает и одного, и второго. 13-5 в пользу команды Клауд Найн. Ну и начинаются боевые раунды. Да, ганы пошли. И сейчас посмотрим, с каким сетапом Клауда будут выходить. Скорее всего, это, конечно, будет 5 штурмовых. Кадудул еще думают. Да, это штурмовики будут в руках. У Клауд Найн. А вот СК Гейминг скупается WP от Коудзера. И Фоллен не хотят допускать ни единой ошибки. Это все совершенно логично с их стороны. Посмотри, насколько они четко в этом вопросе играют. с точки зрения того, что нельзя оставлять фармгана. Они прекрасно понимают, что нельзя ничего подобного допускать. И Фоллен дает опен фраг на Аутематика в стороне понтанов. Быстро решили занимать у нас террористы свои позиции. Ну и Фоллен вроде как и ослеп, но при фаером, точнее, будучи слепым, сделал выстрел и забрал своего соперника. Аутематик погиб. В этот момент Коудзера ошибается на зигзаге. Не сумел перевести прицел на Наттинга. Хорошит шот от Джордана. Джордан разворачивается, принимает пока что спину. Но и двоих, по сути, игроков защиты держат на точке Б. Ну а сам уходит вроде как своим тиммейтам. Бомба у нас на фонтане. И здесь много здесь от Фоллена, который остается играть в туалетах и чекать длину. И подъезжает здесь вместе с бомбой. Просматривает бананы. Но играют супер медленно сейчас Клоунайн. Прекрасно понимают, что им не стоит отдавать девайсный шраут. Просматривает интерграунды. СКА в свою очередь оставили только одного Фолуна. Просматривает душевые туалеты. И остальные игроки играют достаточно глубоко на плентах. Но Фоллен рассчитывает на то, что он сможет здесь сделать фраг, и его еще и отпустят. Что, в принципе, вполне реалистично. Фоллен чекает все так же длино. Никого не видит. Дает информацию своим тиммейтам. В этот момент по таймингу выходит с Тьюид 2К. Но Фоллен это предугадал. Уходит назад. Перетает слэшка от КТ игроков на точке Б. Nothing начинает под них действовать. Nothing пока что не замечает Фера. Хотя нет, видит оппонента. И Фер сейчас может погибнуть. Но везет. Така из-под бочек. Клоид Скадудла играет дальше все там же. Nothing пытается его перестрелять. Так и живет. Nothing все-таки делает минус. Приходит Клпа. При этом Фер зашел на плент. 20 секунд до конца. Бомба лежит. Шрауд один против троих. Nothing уже погиб. Шрауд пытается перестать Клпу. Но в бок-то приходит Фер. Это шестой для команды СК Гейминг. И снова Клоуда должна играть с пистолетами. Но здесь, возможно, позволят себе первые арморы. Это постоянная тема, что у Na'Vi, что у множества команд, которые не играют оверпасс, с точки зрения Na'Vi, это не так, конечно. Но не чек-бочек. Что это такое вообще? Мало того, что, да, там потратили все раскидки на чек-бочки, уже ничего не осталось. Так сначала еще и, по-моему, Шрауд, или кто там был, он просто не смотрел в эту сторону. То есть, если бы так и стрелял точнее, он бы там и не умер, и сделал бы два минуса 100% практически. Ну да ладно. В любом случае, не прочекали, так и не прочекали. Не самое страшное, что с ними могло случиться. В любом случае, сейчас уже Клоуда вынуждена играть с пистолетами. И два дитера тугла, два P250-х, плюс T9 от Stuart OK. Все это без армора, все это без раскидок. И Nothing просто выходит на лобное место, где его и казнят. FNX ловит Nothing. FHR тем временем разворачивается, принимает длину. Но длини у нас никого нет. FHR при этом на столах еще забирает Шрауду, забирает Аутематика. Как же здорово команда SK Gaming начинает тоже стрелять. Но вот он, Дефенс. Вот она игра за каунтер-террористов. То есть мы видим на примере пока что этой игры явное отсутствие хорошей атаки. Как у SK Gaming, так и у команды Cloud9. Поэтому здесь, друзья, возможно, мы увидим дополнительные раунды. Контр-клаудисты. Дополнительные раунды, потому что, ну, рано или поздно, может быть, Клауда возьмут те два раунда. Но вот предпосылок, чтобы взять три, я пока не вижу. SK Gaming смотрится довольно бодро. Замечусь, что сейчас у Cloud9 был идеальный спаун для того, чтобы выйти на фонтан, прострелить с АВП. Но он решил, что он Дефенс Бэплента по дефолту. И они не использовали эту возможность. Это не суть важная. Сейчас мы видим, что с D2K и компания идут в сторону Лонг, а там засада, засад просто. FHR и FNX вместе с фоуном. Трешка стоит на этих камнях плюс душевой, плюс дереве. Интересно, интересно, очень интересно. Если Cloud9 сейчас сюда придут или, например, зайдут с душевой, то они могут отрезать игроков FNX и FHR. Ну, пока что не торопятся. А засада простаивает. Они идут на банан. Калдира. Вопрос, сумеет ли? Минус T2K. Не сумел в этот момент террорист среагировать, а вот у Калдира все хорошо. Но Nothing, например, он не представлял в похожей ситуации на зигзаге. Аутематик заходит на туалеты. Забирает его ментально фолл и надкидывает коктейль Молотова под себя. Тем временем FHR играет агрессивно на длине. Поджимает эту позицию. Скадудл его здесь никак не ждет. Но FHR ошибается по стрельбе. Скадудл в том числе. Бомба падает. Ну и теперь контроль карты, естественно, за командой SK Gaming. Клауда вроде как и заходит на точку B. Но бомбы-то нет. И раунд в любом случае идет команде SK Gaming. Ну это, знаешь, такая симфония АВП. То есть ты закупаешь два АВП. Они в самом начале раунда отстреливают двух чуваков. И все. У тебя все идеально. Что еще нужно для хорошей жизни? Причем не то, чтобы с дальних дистанций. Они там на мид-рэндж дистанции сражались. И мы видим то, что безошибочная стрельба Коудзера и Фоуна сейчас дала возможность SK Gaming взять очередной раунд. И Cloud9 понимает то, что все начинает постепенно возвращаться в руки бразильцев. Хотя, опять же, конечно, их доминация в виде 13-8 все еще серьезно. Но постепенно из-под рук может выйти этот оверпасс. А уж на своей собственной земле в Сан-Паулу бразильцы ясное дело чувствуют хайп. И могут переломить американцев до конца. Засейвили. Ребята из команды Cloud9 свое оружие. Чекают спину Шрауд. Вот, возможно, заберет сейчас Фера. Оп, минус. Ой-ой-ой, ошибается Шрал по стрельбе. Но все-таки вытаскивает под конец. 11 холст-поинтов. Встается? Не страшно. Итак, два засейвили. Деньги у них, естественно... Точнее, у них денег нет. Но девайсы есть. У остальных все наоборот. Нет девайсов. Есть вроде как экономика. Покупает команда Cloud9. У кого-то будут калаши, у кого-то, наверное, Галилы. Хотя, может быть, у всех калаши. Но нет написка винтовки. А у бразильцев пока что и экономика зашкаливает, и АВП присутствует. Ну, сейчас вполне возможно будет седьмой подряд. Хотя Cloud9 ринули в сторону Бэплэнта. Давно они там не ходили. Фоллэн просматривает с фонтана сейчас точки выхода Cloud9. Однако они прорвались до киндерплаца. У них все будет здесь в порядке. Потусуют, соответственно, на лесенке. Потусуют на горочке. И они прочекали большинство позиций, из которых могли СК поджимать. И тем временем готовится пластдарн для атаки в сторону Бэплэнта. Они, конечно, подождут, что Скадулла, что Стюит Укей. Либо оставят Скадулла соло файковать в сторону АПЛэнта. Натэнк. Прорывается в сторону Больших Песков. Натэнк. Чекает бочки. Така. Пытается здесь жить. Прилетает коктейль Мотова. Така в любом случае должен уходить. Но он жмет из коктейля и делает один минус. При этом неплохо надэмажил второго. Аутематик просел. Три человека у команды СК Гейминг на точке Бэплэнт забирает Скадулла. Прилетает смоки. Файр при этом заходит и находит легко и просто одного из игроков команды Клауд Найн. Действует на зигзаге. Аутематик почему-то абсолютно не смотрит на эту позицию. Файр творит просто, просто делает все, что хочет этот парень. Спойни МСЛ. Вот ровно в той же самой позиции. МСЛ в смоках торчит у Дигнитас. Вот прям то же самое. Никто не может понять, где МСЛ находится. Здесь никто не может понять, где Файр находится. Кроме этого у меня вопрос, как они дали стрелять Фауна. Питэфолды должны просто откидывать эту позицию стрельбы с балкона, с АВП. Ты знаешь, что против тебя играют две снайперских винтовки. Но варианта, кроме как задымить эту позицию, просто не существует. Однако они дают сделать Гэбриэлу фраг. Дальше Файр, вы сами видели, все исполнил по красоте. Но это 13-9 и Клауд Найн летят со страшной силой, не взяв ни одного раунда на второй половине. Калдзир Авик продолжает работать с АВП. Фаулин в том числе. 5 АК 47-х команды Клауд Найн. Ну и теперь видно, что команда Клауд Найн потерялась. Ребята полностью не знают, что делать. И наверняка жалеют о том, как они отыграли пистолетный раунд бездарно. СТЮИ 2К действует на зигзаге. Калдзир отходит. Бэп Лент решили играть довольно пассивно. Ну и СТЮИ может заходить. Но нужно откидывать, конечно же, какие-то гранаты. СТЮИ это понимает. Откидывает Коктейль Молотова на малые пески, ловит смог и, по-моему, теперь не рискует. Хотя чуть большие пески Клауд Найн все-таки действуют. ТАКа отсекают Коктейля Молотова. Калдзир действует с АВП все там же. Признает еще один коктейль. Признает флешка. Калдзир откидывает еще одну гранату. Бомба стоит. И, по-моему, это самый хороший шанс для ребят заточить раунд. Но при этом Шраут ошибается у нас, не принимая двери. И Аутиматик приходит тоже на зигзаг. Замечает одного, второго, третьего. Аутиматик делает хотя бы один килл, но при этом намека погибнет. Нет, делает еще одну голову. Фоллин промахивается, переключается на пистолет. И Аутиматик делает трипл килл. Калдзир атака вдвоем против троих. ТАКа жмет по большим. Наттинг пытается повесить 15 кп. Калдзир алоид Наттинга забирает с Кадудла. И Аутиматик остается один-два. А время-то еще есть. Есть диффуз киты. Аутиматик. Либо ты делаешь все для своей команды. Да, он убивает еще и Калдзира. Либо это Эйс, либо это винт для СК Гейминг. И его ждет. Атака все это время диффузит в смахах. Аутиматик зажимает. Но... Это Эйс, но при этом СК Гейминг берет раунд. Боже мой. Аутиматик. Как же обидно. 26 фрагов у этого чувака. Эйс в предыдущем раунде. Однако СК все равно берут раунд, не отдавая ни одного для американского коллектива. Что это вообще сейчас было? А Фоллан два выстрела в молоко с ВП. А потом достал Тек-9. И все это время он не мог Аутиматика прикочить. Он просто был, как боженька, неубиваем. Можно понять на самом деле сейчас действия Аутиматик. Почему он не выходил сразу и не пытался обрастреливать. Потому что он был красным, рисковал. Думал, что игрок защиты фейкует. А игрок просто сел и раздефил бомбу. Но Аутиматик сыграл очень хорошо. Калдзира получает хедшот прострелом. При этом теряет 40 хп. Всего лишь Тьюи накидывает все так же флешку. Калдзира ослеп. Летает снова к коктейлю Молотова. И команда Клауд-9 полностью повторяет свой прошлый раунд. Раскидки мне очень нравятся, что делаются. Здесь Дака убивает Аутиматика. Скадудл отвечает на ФНХ. Бомба была поставлена. Фэр тем временем пытается выйти из эзэшки. У него в руках фул раскидка. Но он решает просто выйти на стрельбу. Убивает Шрауда. Ну и дальше остается ситуация очень сложная для Клауд-9. Она не полностью зажата на этом планте. С Тьюи пытается открыться на Атака. Так, сносит его точным выстрелом с М4. Он нафинг выходит на болото. Скадудл пытается с больших песков кого-то прошить. Нафинг находит свой фраг на Фэра. Ну и теперь еще и фраг от Скадудла. Бразильцы рассыпаются один с другим. Фоллан все-таки дает маленькую надежду. Нафиг сносит голову Така. И Фоллан идет. Здесь у него ВП супернегибкое оружие. В этой ситуации ему нужно пушить в упор. Нафинг, у которого Калашников нафиг влетает через звук. И просто нашивает на маленькие кусочки Фоллан. Это первый раунд для Клауд-9 во второй половине. Наконец-то сумели американцы сдержать Б-Плэнг. Кто мог подумать, что зайти на Б-Плэнг тяжело. Но тут Клауд-9 выходит без шансов. Скайгейминг просто-напросто отдают эту точку. Но сдержать очень тяжело. И просто на соплях команда Клауд-9 вытаскивает раунд. Но это 14-10. А для того, чтобы победить, нужно взять 16, друзья. Клауд-9 потеряли все свои девайсы. И сейчас они все равно покупают. Ибо выиграли раунд. Два тэка, Галил, два Калаша. Против супер хорошего бая от команды Скайгейминг. И если они раунд проигрывают, Скайгейминг продолжает свою доминацию. Первый пошел. Фоллэн сделал килл. Стоит 2К погибает на длине. Ну как, по-твоему, вот эти раскидки на Б-планте, по-моему, 10 из 10 вообще. Парни поняли, что парни знают, что делать. У них вот этот один раунд, он рабочий, он хороший, он вкусный. Так я даже не сказал бы, что это их какой-то раунд. И какие-то раскидки там супер хорошие. Но на тайминге нормальные. Они выходят на бои, потом докидывают. Скайгейминг отдают просто-напросто точку. Летает коктейль Молотова у нас в банк. Ребята из Клауд Найн начинают быстро заходить на Аплэн. Фоллэн сжибается из подголовки Хоматика. Ловит Аутематика, играет дальше. Ловит Натфинга. По-моему, Фоллэн собирается тоже сделать эйс. Бомба ставится. Это крайне важное решение для команды Клауд Найн. И пытаются резать у нас последнего. Причем Фэр убивает Фоуна, который пытается резать на лох и Фэр. Ну да ладно. В любом случае, мы видим то, что СК Гейминг явно есть вот этот настрой. Они уже фанятся. Они почувствовали, что они сейчас просто скушают Клауд Найн от начала до конца. Разрушив экономику, они скорее всего выходят на 14-12. И честно говоря, у меня есть ощущение, что Коуд Зеро и компания просто не допустят еще даже одного раунда против американцев. Проигранного. Ну, насколько они заряжены, насколько они по фану уже стреляют у Фоуна. Начинает получаться. Да, первый был выстрел в молоко. Но ему никто не ответил. И заголовка Камазика он замечательным образом просто сел, смог выйти снова с этим полувыпадом и выстрелить. И убить уже двух, трех потом. И четвертого, по-моему, он тоже забирал. Да уж. Ну что сейчас абсурд Клауд Найн? А вспомни по фрагам, кстати, Фоун, Така и Фэнекс имели по пятерке. И вот Фоун выбрался из этого. Ну так понятно, команда тащит. Во второй половине в любом случае, я думаю, на одном Клд Зеро бы не вытащили. Скорее всего, уже давно-давно проиграли. Тут в любом случае подключились Фэр, Фоллен и именно из этих парней. Ну плюс Така, конечно, неплохо отыгрывал. Особенно в начале второй половины на точке Б, когда он там на бочках постоянно жил и делал какие-то киллы. Так его просто убивали. Вспомни, вот, например, они наконец начали чекать его при помощи Молотова и Така перестал там сидеть. Просто потому что, ну, уже начали работать против бочек. Оказывается, так тоже можно делать. И... Форсят. Форсят, да, с теками. Странное решение. У них было по две с половиной. Они решили зафорсить. Они фуловый форс делают. О, слушай, а это же раунд на все вообще по факту. Да, SK Gaming сейчас могут брать 13-ый, 13-ый, счет будет 14-13. Их наш раунд. Неплохая кабина. Клд Зеро погибает. Фэр тем временем пытается отвесить. Играет с Така. Така делает два минуса. Фэр погибает, но сделал тоже килл. С Тьюи 2к туда же. Скайдудл тем временем падает малый. Бомба лежит рядом. Така ловит несколько гранат. Ну и бомбу бы поставить было очень даже хорошо. Единственный бонус сейчас есть то, что никто не знает о том, что Скайдудл на малых песках. С Сэмкой сидит. То есть думали, что через молотов, может, он и не пройдет. Нет, однако начинает чекать. Увидели Скайдудл под флешку. Скайдудл пытается выйти. Его сразу же аннигилирует. Шраут. Остается 1-12 хп у этого парнишки. FNX добьет его. И теперь уже SK берут 14-12. Этот форсбай попахивает уже нервами, честно говоря, от американцев, возможно, что это эмоциональный бай. Надо это тащить, парни, пожалуйста. Я больше не могу здесь на этом оверпайсе меня сжарят. Возможно, кстати, жара. Слушай, вот бразильцы наверняка в жару намного проще катать. Они, конечно, наверняка привыкли к кондиционерам, удобствам. Нет, там были какие-то жалобы, что кондиционеры работали, но вроде как все нормально теперь. Все равно ты видел, там какие-то вентиляторы стоят. Я не думаю, что они настолько хорошо все делают, если брать то, что зал полный с сумасшедшими, горячими, потными бразильцами, которые постоянно орут. Ты представляешь, что там вообще происходит. Судя по английским комментаторам и аналитикам, Сень, господи Иисусе, ты как школьник просто. Пожалуйста, найдите дневник Сени, я не знаю. Мне кажется, что у него там должно быть написано, что он в пятом классе шутил про пуки. Я просто твою картину дополниваю. Ты так все описал, не хватало единственного. Не хватало единственного, поэтому нужно было это сказать. Шраут играет у нас с Дезертом, играет на туннелях, пытается перестрелять сейчас Аплэнд. Тем не менее, Фоллин контролирует Бананчик. Ну и команда Клауд Найн стоит. Стоит и ждет. ФНХ тем временем из-под машины чекает длину. Ну и туда пойдет стюй 2К. Зажим Аплэнта с двух сторон. Банан плюс длина. Но при этом колдир отлует Шрауда. Он пытался там напрячь Бплэнд. Ну и Смог на Банане мешает. Сейчас террористам что-либо здесь предполагает. Нужно ждать. Ждать остается недолго. Смог проходит. Ну и через секунд пять начнется выход команды Клауд Найн. Я не знаю, что они ждут. По-моему, это тилт. По-моему, это уже без шанса вообще игра. Ну, во всяком случае, в предыдущих двух раундах. И вот в этом. И окей, последние девайсы еще могут дать хоть что-то. Но сейчас с этими P250 тэками, может быть, стоило просто в тупую прорашить какую-то позицию. Потому что с дефолта, ну я вообще не вижу их как выбивающую сейчас этот Аплэнд. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Давайте посмотрим. Фо, он получает флешку своего собственного тиммейта. На головку Коматик влетает. Аутиматик начинает раздамаживать. Однако этого демжа вообще не хватает. И мы видим, что Клод Зеро просто в антапами там пытается выбить этого несчастного Скадубла, который пытается спрятаться за Клумбой. Но это без шансов. Клод Зеро квадрокилл. И Скадгейминг начинает уже приближаться все к 14-14, что означает, что будет временную ничью. Еще одна пауза, друзья. Снова от команды Клауд Найн. Они пытаются подумать. Ну, я не знаю, на самом деле. Понятное дело, они правильно абсолютно делают. Потому что есть возможность поставить паузу. Ее нужно ставить, когда ты летишь. Но придет ли какая-то светлая мысль? Я бы сказал, что вот команда Скадгейминг играла медленно. Они ждали постоянных каких-то поджимов. Но при этом не жали Клауда. А вот Скадгейминг, в свою очередь, жмут. Поэтому вначале, мне кажется, команде Клауд Найн нужно взять в любом случае один авик и как-то пытаться законтролить четко своих оппонентов. Или снова выйти на Б-плэнт. Но, опять же, проблема в том, что они не могут сдержать потом выбивания со всех сторон. Поэтому, может быть, сейчас есть смысл разобрать позиции, где кто будет стоять, чтобы Скадгейминг не смогли выбить плэнт Б. Ну что ж, Галила, калашниковый набор с недораскидками от облачков девяточек. Ну и Скадгейминг, в свою очередь, с одним АВП от Фоуна, который будет просматривать подходы к Б-плэнту. Именно сюда направляются игроки Клауд Найн, которые триплой стоят у больших песков. Плюс еще двоечка прочекивает возможные поджимы со стороны Аплэнта. Ну и Скадгейминг просто-напросто встали и опять играют Афолт. А что здесь париться? Зачем что-либо менять, если у тебя это получается исполнять? Под Б. Халдят, халдят нычки, как будто бы фейк задумали какой-то. Именно стоят там, где часто чекают, но могут и не посмотреть сюда. Но сжать, конечно, у Скадгейминг сейчас сюда явно никто не будет. Они играют дефолт, играют снова издалека. Ну и можно на шифте пройти просто в большие. Было бы неплохо сейчас на шифте зайти на плэнт Б, оставить гранаты, поставить бомбу и только потом докидать банки. У них есть коктейли Молотова, есть абсолютно все. Ну и команда Клауд Найн как будто бы меня слышит. Ребята заходят в большие пески, чекают бочки, замечают атака на халпе. Бомбу можно поставить. На девятке никого нету, но и все неплохо теперь для команды Клауд Найн. Остается просто сдержать плэнт Б. Остается, и главное не зажаться, как они делали. Это несколько раундов подряд. Так, тем временем Мисклзер на халпе будет играть. Плюс Волон, как обычно, с балкона. Ему, кстати, ничего не откинули, потому что смоков в Клауд Найн просто-напросто не было в руках к этому моменту. Он откидывает Молотова, все-таки раздомывает АСКА, что-то очень медлит, очень и очень медлит, проигрывая те самые важные секунды, которых может не хватить впоследствии. ФНХ находит свой опен-фраг на нафинга. Дальше у нас есть еще и поджим от Фера, нам отдельно его показывают. Он выходит на большие пески, тем временем тематик сносит голову Атака. Дальше добивает еще и коллзера. Фэлсетки вышел за спины, но его забирают. Сразу же под разменом один в один. Фол остается один в два. Убивая Стьюит Окея. У него остается очень-очень мало времени. Теперь вопрос, живет ли Ска Дудла. Форун вытаскивает Дэк Найн и получает маслину от Ска Дудла. Это 15-13 в левейший, в левейший раунд. Как же Фер ошибся. Он только что подарил целый раунд команде Ска Геймингом, команде Клауд Найн. Он поджимал спину. Еще одна пауза. Что точно нужно сделать, это ограничить. Американская пауза. То есть это нужно ограничить хотя бы за сторону по две. А они просто за первую половину не брали. Сень, давай хотя бы на гранд-финале не гореть. Серьезно, я готов гореть где угодно, но на гранд-финале нужно немножечко потерпеть. Дотерпеть до самого последнего момента. Потому что карта того стоит. Я думал, что сейчас вообще давали от Клауда, там этих Ска, а потом будет на Мираже какая-то уже заруба серьезная, потому что Ска уже нельзя будет проигрывать. Но здесь и сейчас вот это просто до неприличия классная карта. Лучшая, наверное, на протяжении этого чемпионата. Если, ну, может быть, вторая или третья по качеству, потому что групповой этап удивлял тем, что вообще ничего не происходило интересного. Доминация в одну калитку. А вот здесь и сейчас, да, гранд-финальная игра красива, красива. Я думаю, что очень много людей сейчас удивлены выступлением Клауд Найн на чужой карте. Они, извините меня, тут играют 15-13 доминиров на первой половине вообще очень серьезно с учетом 13-2. Шрауд с тиммейтами решил просто прорашить точку Б, друзья. Очень рискованное решение. Очень интересно играют сейчас ребята из команды Клауд Найн. Но при этом на бочках играет по стандарту игрок защиты. Так, рядом. Разваливают Шрауду на афингостью и 2К. Команда СК гейминг не собирается сдаваться. Остается Скат Дудл с АВП 1 в 5. Неужели тайм-аут того стоил? Неужели они 30 секунд обсуждали, решались? Будем рашить на Б, не будем. Значит там 2 человека так, ну будем рашить. Нет, 3 такие, нет, не будем. Ладно, переманили одному чувака на свою сторону и все-таки зарашили они на Б-плэн. Ну и как мы видим, это был явный фейл. Скат Дудл с АВП забирает ФНХ, а нужно уходить на сейф. Но его-то окружили со всех сторон. Ой, Фер подъезжает. Хороший фраг от Скат Дудл. Слушай, а если они сейчас сольют 1-бай-1? Вспомни Гардена против Дигнита с квадрокиллом. О да, там было примерно похоже. Скат Дудл выезжает в сторону Б-плэнта. Проблема лишь в том, что у него нету. С4, да, есть молотов вместе со флешкой. Есть Тек Найн в рукаве. Еще можно, в принципе, попробовать при помощи него выйти. Сейчас по-быстрому. Так он и делает. Скат Дудл достает Тек Найн. Пытается расстрелять Смака. Убивает Атака, который вышел на него. 46 секунд у него еще есть для того, чтобы разобраться с двумя противниками. Это будет Эйс или Эйс 16-13 и победа на Клауд Найн. Ты не веришь? Он в очень опасной позиции находится. Скат Дудл вряд ли его проверят. Я не понимаю, что Фолланд делает так далеко. Бомба-то в больших песках, но, судя по всему, ее не заметили. Скат Дудл, вот убьет ли Клзира? Если убьет Клзира, тогда все получится. Скат Дудл пытается прочекать, и все-таки Клзира сыграл слишком Саевого. Еще и расстреливает своего соперника до конца. Судя по всему, 15-14 денег у команды Клауд Найн совсем нет. Круто. Единственное, по-моему, Клауда вообще не думали, что СК могут принимать Б, а не играть вот этот вот, типа, двойная на халпе, отдать б-плэнт и этот спадритейк играть. То есть они просто сидели, совершенно по дефолту играли, но уже на принимающих позициях. Клауд Найн удивились. Ого, оказывается, так тоже можно. Их там расстреляли, вы сами видели. Просто в нулину. Скат Дудл, конечно, молодец. То, что нас еще заставило немножко порнервничать ради чистой интриги, ради шоу. Но эта игра не про шоу. Эта игра про то, что выигрывать сейчас или никогда, потому что, ну, Клауда могут, конечно, на допах-то вообще вылететь, потому что каждый раунд, который мы видим, дается им с очень-очень большим напрягом. Да, мне кажется, СК-гейм их сейчас набивает такую уверенность, что теперь Клауд Найн, возможно, еще не светит. Им нужно брать обязательно и выигрывать карту оверпасс. Зачем же они так? Ну, ладно, не будем разбирать. Это аналитиков уже. Задание. Но ребята с команды Клауд Найн просто залили свою катку пока что. Таким деглы. В расположении команды Клауд Найн. Они пойдут под точку Б через Зигзаг. Три на Зиг и два на Большие Пески. Побежали. Снова Б. Стив будет открывающим здесь приемка от Коуд Зера. Просто накормил Буррито сейчас парней. Шестью и Тукея. И Фер. Его не чекают на бочках. Да прекратите вы это делать без конца. Еще и под флешку сейчас открывается. Вперед его все-таки сносит Атиматик. Тем временем Така и компания решают здесь застакаться на халпе. Это будет ФНХ, который просто получает хэдшотину от Атиматика. Такать временем убивает и Атиматика, и СК Дудла, и Найфинг остается один. Против трех игроков бразильского коллектива Найфинг. Ты где? Найфинг тебя спрашивают. Тебя уже ищут. И сейчас СК должны добивать. Вива Ла Бразил на оверпассе. Нет, я поторопился. Все-таки. Он еще и хэдшот повесил по Коуд Зера. Погибаем. Пятнадцать-пятнадцать, друзья. Дополнительные раунды. Мне эта игра напоминает сейчас какой-то зомби-марафон. Когда есть только точка Б, и команда СК Гейминг постоянно... Или тренировка с другой командой. Они договорились, что вы будете атаковать только Б, а мы будем учиться принимать именно эту позицию. Или учиться выбивать. Ну, пятнадцать-пятнадцать. Счет первой половины. Тринадцать-два, друзья. Вот он еще один камбэк на карте оверпасс. Красивая игра. Ничего не скажу. Да, много претензий к лоудам в вопросе атаки. Но я уже об этом говорил, да, то есть, если бы пятерочка была у FNX и друзей, то я практически не смею, что вторая половина была вообще просто в салатину забрана. Потому что, ну, то, насколько хорошо играют и ColdZero, и Фоунс своими АВП, то, насколько чувствуют образиции эти перетяжки, движения на оверпассе. Вообще одна из самых лучших их карт, конечно, не в сравнении с Детрейном. Но не суть важна. Допчики. Вот они, допчики на гранд-финале. Это так и должно быть вообще. Просто так должно быть обязательно. Желательно три карты, все с допами, и чтобы мы вообще здесь запотели и ушли только в три ночи. Допчики, топчики. Начинается, слава богу, без каких-либо задержек, без какой-либо рекламы. Ну и Fallen контролирует с банана выход на фонтан. Там Стюй Дуака вместе с тиммейтами. Ребята с командой Cloud9 решили сыграть аккуратно. У них калаши на B-Plant вроде как не пойдут. Есть ли хорошая раскидка у нас на пленте? Есть ли какой-то рецепт против Fallen? Потому что пока что все попытки команды Cloud9 выхода на Аплэн заканчивались тем, что Fallen отцеливал как минимум двоих. И три на четыре или три на пять выйти было очень тяжело. Вот он. Вот он первый минус. Столько заговорили про Fallen, и он погибает. Скаду дул. Наконец-то делал первый килл, и у команды Cloud9 довольно хороший шанс взять первый на допах. Тут вопрос еще в том, что СХ пытаются угадать теперь. Они ставят тройку на Аплэн, те одного на Бплэн, те. Так что если Cloud9 наоборот обхитрят всех и выйдут на B, то будут очень серьезные проблемы именно у бразильского коллектива. Но американцы тем временем, мы видим, штудируют всю карту, изучают все, что только есть на карте, которую они способны законтролить в данный момент. ColdZero тем временем вместе с своим тиммейтом решили, что нужно подпушить смок на банане. Вот это интересное решение. Это буст. Это мои любимые Fnatic Gaming просто, которые регулярно подобные вещи. Не пыточно. И на оверпассе. Да, и не пыточно. Так же играют, это факт. Через большие ходят ребята с команды Cloud9. Така в малых чекает зигзаг. Шрауд вместе с разумом начинает атаковать. Как же так. Така начинает нашивать слепым. Стюит вокалывает ColdZero. На так падает у нас оппонент. При этом последними патронами так справляется. Но команда Cloud9 разваливает абсолютно всех. Это 16-5 в пользу американцев. Но остается еще до раунда. И в любом случае хороший байо СК Gaming. Ну вот это тот самый момент, когда СК пытались угадать. Втроем стали на B. Опять же, вот эта поджимка с бустом на банане. Она не давала возможности нормально принимать. Точнее, вставали втроем на А. Не давала возможности принимать B-плент, соответственно. Cloud9 угадали. Cloud9 не только угадали. Они прочекали информацию. Прибежали с андерграунда. Выбежали на B-плент. Но там уже с одним опорником делать было нечего. Все очень легко. Опять же, так все равно он смог вытащить максимум. Разменяться один в один. Но этого, как мы видим, совершенно не хватило. Ну и теперь Fallen понимает то, что на его плечах лежит очень-очень много. Именно он отдал OpenFrag в предыдущем раунде. И вот он сейчас делает сам OpenFrag, таким образом возвращая себе авторитет в команде. Да, а то его перестали уважать. За один раз. За один раз Fallen. Честное. Ты играешь вообще в Fallen. Забивай уже на Counter-Strike. Но все-таки Fallen сделал минус. Теперь ну все. Все, нормальный пацан. Ты пацан. Кто был лохом, теперь ты пацан. Фавелла обратно бы отправили сейчас. А то слишком уж долго жил в особнячках американских. Чувствовал себя слишком вольготно. Расслабился и теперь уже не играешь. Шрауд. На андерграунде компания Cloud9 пытается выйти на плацдармы к Аппленту. Здесь очень много смоков. И плюс еще есть бонус в виде ФР, который сидит очень-очень близко к Стюиту Кею. ФР. Слева. Стюи заходит. Тень видно. ФР жмет минус. И никто на размене не играет. А команда Cloud9 в этом и главная ошибка. Где размены, друзья? Аутематик на длине. Пытается повесить вдаль. Но там у нас игрок играет аккуратно. Он видит, что преимущество есть. Зачем куда-то вылазить? 35 секунд до конца. Команде Cloud9 срочно нужно что-либо делать. Коктейль Молотова на туалет. И в дым никто не рискует. Лишь раунд все-таки пойдет. Начинает нашивать. Попадает, кстати, немножко по ФР. Раскадуту ловит Полина. И ФР ошибается. 25 секунд до конца. Времени немного. Но за такой раунд теперь можно попотеть. Аутематик заезжает Коуд. И никто его не читает. Он сейчас сделал деблкилл. Легчайший для Коуда. И Аутематик зашел на Б плент. Поставит здесь соло бомбу. Ему придется задевать против троих. Да, и никто бомбу не контролирует. Все хорошо. Бомба стоит. Игроки защиты только сейчас понимают, что бомба-то на Б. Так, а куда пойдет? Коудзира на банане. Они думают, что это А плент. Они только сейчас поняли, что нет, это не А. Аутематик, это позиция хорошая. Неужели он развалит двоих? Прилетает флешка. Коудзира погибает. Жмет дальше, но все-таки нет. Нужно было немножко получше точку выбирать. 16-16. Временная ничья. И последний раунд на первых допах. Легко. Для СК. Опять же, все почему? Потому что фоуан опенфрак сделал, а все остальные потянулись за ним. Нужен лидер в такие моменты, когда ручки трясутся, когда все стоит на кону. Допы, первая твоя собственная карта, которую ты практически проиграл. Потом капбэк. Но нервы сдают, силы, чтобы не хватает. Это и приходится рыцарь Габриэл и говорит, парни, все есть, все в ваших руках. Мы все можем сделать. Это 16-16. Друзья, заключенный раунд первой половины допов на ваших экранах. СК. Дода уберет себе АВП. АВП у Фоллона. Все остальные со штурмовыми. И немножечко не до бай по раскидкам со стороны защиты. Например, у ФНХ и ФПР. Хороший у нас, хороший на самом деле бай. Потому что 4 калаша, АВП. Ну там по гранатам буквально минимум. Я про защиту говорю. Не про атаку. С атакой все замечают. Ну, защита, первый армор. Хотя это не важно. Не-не-не. Да хватит, Дима. Я с тобой буду до конца просто здесь спорить. Как упоротый. Скадудл на длине. Играет с АВП. Чекает. Никто у нас в команде СК гейминг эту точку не контролирует. И сейчас, возможно, пойдет. А седьмой номер это ФНХ и пытается кого-то найти. Но нет, он играет пассивно. И, возможно, через длину удастся команде Клауд Найн прокрасся и поставить бомбу. А что, к нам дотеры залетели, что нас сейчас забанили? Я не знаю. Ну ладно, разбаньте. Свободу людям дайте. Надеюсь, что вы сделаете. Это не важно. У нас фон просматривает туалеты. К нему приезжает СТУИТ. Окей. Так, ну ушел. Ушел спокойно. Аутематик на банане. Смотрит начало. Фолин откидывает флешки. Приезжает коктейль Молотова. Фолин откидывает коктейль Молотова в ответ. Ну и чекает банан. Никого не видят. Команда Клауд Найн пытается что-либо придумать. На Б-планете у нас при этом два человека защита. Ну и, судя по всему, именно сюда пойдет команда Клауд Найн. Афинг через Большой и Шраут вместе с Аутематиком через Зиг. Но при этом они ждут по костю и что ли нашумит где-то на длине. У меня есть подозрение, что они вообще не знают, что они делают сейчас. Такое ощущение, что мы просто встали и надеются на то, что кто-то выйдет, сделает фраг. И в конце концов фраг дают на них. Фолин дает опен фраг. Это снова, как в предыдущем раунде, начинается в пользу SK Gaming. Так, принимает Зэшку. Здесь начинаются раскидки 21 секунда. Так, принимает одного. Принимает второго, третьего. Господи, боже мой. Как же много дэмэджа, атака фэра колдзера. Сейчас влетела в Клауд Найн. И облачка девятчики остаются только Стьюи Токей. И он понимает, что на грани проигрыша последнего раунда на первой половине. До свидания, Стьюи. FNX ставит жирную точку. И SK Gaming не теряет ни одного игрока в последнем раунде. Но мы помним, насколько сильно играет у нас команда Клауд Найн в защите. Поэтому ребята могут еще победить. Они могут взять 3-0. SK Gaming очень плохо играли за террористов. Но сейчас немножко ситуация другая. Они в любом случае расслабились. Ну как расслабились? В хорошем смысле этого слова. То есть они теперь, возможно, не так нервничают, как это было в первой половине. И может быть именно из-за нервов. В каком-то моменте SK Gaming не взяли за терроров раунды. Теперь будут увереннее играть. И может быть победят. А может быть опять дополнительные. Но посмотрим. Гадать бессмысленно. Начинается вторая часть дополнительных раундов. Ну что точно на стороне Клауд Найн сейчас. Это то, что явно безидейно были сыграны последние раунды на атаке. И на защите особо придумывать ничего не надо. Сыграй дефолт. Понадейся на то, что у тебя будет хорошая стрельба. Что SK Doodle сделает свою работу с АВП. Что остальные подключатся. И приемка будет адекватной. То есть идеи даже особо таких глобальных не нужно развивать. Просто понадейтесь на лучшее, что у вас есть. А лучшее, что сейчас есть у Клауд Найн на протяжении. И матчи против Mose Sports. И сейчас начало вот этого оверпасса на защите. Это стрельба, конечно же. Ну а SK? Ну а SK, мне кажется, сейчас чувствует себя хорошо, приятно, грамотно. И просто на хайпе должны вылетать на все пленты, на любые пленты. И просто громить, грабить, насиловать. Все, что нужно делать на карте оверпасса. Да вообще на любой карте в атаке. Но образец, вы сами знаете, они очень жесткие в вопросе темпа. Да, у них есть слоу-моушен раунды. Да, у них есть вязкие темы. И да, сейчас вполне возможно, они какой-то, например, вот этот первый раунд будут еще беспокоиться и делать медленно. Ну что ж, начинается. Начинается самая интересная, наверное, часть. Вторая половина дополнительных раундов, которая нам, возможно, ответит. Кто же победит на карте оверпасса? С Сьюи 2К на банане. Рядом с Кадудл. Два человека и третий хлопает, охраняя точку Б. Ну а Полин аккуратно пытается прочекать поджимы. Но у команды Клауд Найн никто ничего не жмет. Они играют пассивно. Двоих оставляют теперь на Б-плейнте. Но Аутематик перемещается ближе к точке А. Ну и опять довольно вязкая и аккуратная игра от бразильского состава. Ожидает Клауд Найн на Б-плейнте. Естественно, СК не особенно, честно говоря, двигается. У нас двойка стоит у подхода к большим пескам. Фолл он тем временем на ЗЗшке пытается здесь ассетировать при помощи раскидок. Вот эта двойка на банане, мне кажется, она может сейчас создать очень серьезный эффект присутствия на А-плейнте. Мы уже видели подобный раунд от СК. Nothing. Приемка от него. Не удается вообще ничего сделать. Жраут будет вторым принимающим здесь у Хлпы. Стоит и ждет, когда Така все-таки на него откроется. Так открывается. Все-таки, кстати, полностью без раскидок. Вообще на сухую просто въезжает. Сейчас СК Гейминг на этот план. Жраут делает еще и минус по фоллу. Но расстреливает Коудзера. Как же Жраут стреляет-то? Ё-моё. Фэр все временем с Калашом выходит на Большие пески. Бомбу можно подобрать. Ситуация 2 в 4. При этом ФНХ обходит спину, дорогие. Фэр на шифте смотрит Хлпу. На Хлпе никого нету. Аутематик рядом. Ну и ФНХ сумеет ли? ФНХ может наследить. Ситуация 2 в 2 к прочитал действия соперника. И команда Клаудная берет первый раунд на второй половине первых допов. Это 17-17. Сень, скажи мне, может быть я не прав, но вот позиция Шауда одна из самых легких для флеширования, ведь так? Да. Ну и какого вообще сейчас произошло? Да ошибается, ребята. Все, скажем так, играют на пике своих возможностей сейчас. И, конечно, есть нюансы. Так, спрашивают, какая у нас пауза. Ну видите, насколько нервничают парни, я не помню, сколько у них пауза. На самом деле, по большому счету, на дополнительных раундах у нас должны быть дополнительные паузы. Дополнительных 25 штук, пожалуйста. Третья пауза у нас от команды SK Gaming. Админ говорит, how many do we have? По-моему, третью паузу у них тоже одна. Я думал, Клауда все свои паузы истратили. SK тоже брали. Вообще, мы не можем считать их уже слишком много. Хотя на этой карте еще было не так уж. Все плохо, как на предыдущих. Анпауз от Полона. Ну и вроде мы начинаем. Все замечательно. Продолжаем мы игру. Кстати, научились они по-быстрому делать паузу. Эти реально полминуты прошло. Я думаю, что не секунды лишних. Максимум 5 секунд. То есть нету таких здоровых задержек из-за этих тактических пауз. Ну и компания Антайки въезжает, соответственно, на фонтаны, на киндергарден и андерграунд одновременно. Стюй 2К. Пока играет, как обычно, сайвовенько на бананчике. Тем временем така под точкой B. Ну и медленная игра от команды Sky Gaming. Они, в отличие от команды Cloud9, не рискуют. Они не пытаются быстро играть. Отчасти это хорошо, отчасти особо команде Sky Gaming ничего не дает. Ну и, кстати, Fallen, по-моему, покупает второй раз наберскую винтовку. А это значит, что если раунд Sky Gaming проиграют, то у Fallen АВП уже не будет. И даже, возможно, Галилы с Калашом не будет, если тиммейты как-то не подсобят. Да. Sky Doodle с АВП смотрит банан. Sky Gaming пойдут, по-моему, на плент. Ну и минута времени. Сейчас, как обычно, Cloud9 кидают смоки и нужно будет долго ждать. Ну вот Fallen сейчас, видимо, пытается выйти на снайперскую дуэль с Sky Doodle. Хотя, опять же, Sky Doodle сейчас играет по более глубокой позиции, не открываясь. Чисто на банан, он просто просматривает с туалетов. Ферра компания сидят и ждут. Может быть, какой-то буст там в углу сейчас будет от Fallen вместе с Ферром? Нет, он не происходит. FN вообще уносит бомбу в сторону Бэплента, я так понимаю, будут перетягиваться. Сейчас игроки Sky Gaming, да, они избрали другой вектор атаки. Это будет фейк втроем. Вот это интересно выглядит сейчас. Ферр откидывает молотов, создает максимальный эффект присутствия. Бэплент сам вылетает на сетке, убивает еще и скадула, дабл килл, и Аплент остается практически полностью голым, это только Аутиматик. А тем временем на Бэпленте просто забили до смерти шрауда с нафингом Аутиматик 1. Аутиматик либо герой горы, либо никто. Он белый 2 кило. Ну вот придумали. Придумали все-таки, как нужно играть против команды Sky Gaming. Классный коктейль молотова, и буквально одна граната застала врасплох. Ребята с команды Cloud9 не погибли и ничего так и не сделали. Неплохо. 18-17 в пользу команды Sky Gaming. Они берут очень важный для себя раунд. Они как минимум вторые допы для себя открывают. Но еще у нас будет последний раунд. И команда Sky Gaming будет находиться в одном шаге от победы. А вот Cloud9 стараются сыграть еще одни дополнительные раунды. Жаль, что мы не увидели, что случилось на Бэпленте, кстати. Там одновременный выход был, да. И интересно, как забрали нафинга вместе со Шраудом. Ну и Аутиматик понимает, что надо зацевить АВП. Шансов тут никаких нет. Sky Gaming берут 18-й, как ты правильно заметил. Остается всего один раунд для бразильцев или для Cloud9, если они хотят на вторые допы. Ну, конечно, они хотят на вторые допы. Вот прям выпустить такое из под рук очень-очень тяжело морально. Хотя, опять же, они молодцы, показывают то, что они готовы сражаться. На вражеском пике. На котором на атаке они вот в буквальном смысле умеют только один раунд делать. А все остальное это чисто так. Ну, бабовый формат. Плететь, попробовать кого-то добить и поставить бомб. Ну что, друзья, смотрим. Решили агрессивно сыграть с Кадудл с тиммейтом. Стюй занимает столы. С Кадудл рядом с АВП. Ребят чекают. Подсадочка, судя по всему, нас ждет. Довольно необычная. Ну и отсюда можно отстреливать выход террористов. И будет ждать колдзира чуть-то подобного. Ну, кстати, решил отойти. Ребят видят, что на детской площадке может находиться уже террорист. Конечно же, но впадить. Кстати, колдзира готов. Он пускает префайр именно в эту позицию. Ну и холд. Опять холд от команды SK Gaming. Ну, вся проблема в такой вот бусте, что ты не ставишь ни одного игрока на андерграунде. Тебя просто могут спину обойти. И тогда это минус два мгновенных. И SK Gaming уже получает преимущество в два человека. Но это будет слишком жестко. И поэтому Клауда правильно сделали. Что отступили. Что самое главное, SK, так как они не действовали быстро, их отпустили. Ну и мы видим то, что тройка игроков в защите все еще стоит на А-планте. Двойк на Б. Это Шраут вместе с Наффингом. Их аннигилировали очень-очень быстро в предыдущем раунде. Мы не заметили. Ну и фоллная компания опять начинает просмотр при помощи своей оптики Банана. Стьюи 2К. Готов принимать как раз-таки дугу. Перед ним лежит Смок. Два террориста готовы. Стьюи откидывает четкую ХЕшку. По-моему, она должна наносить дэмэдж. Немного. 6 КП у Холлена. Минус 10 от Фера. Ну и начинается снова раскидка от точки А. Ферр, судя по всему, готов откидывать все те же как-то Лимолтова. Ребята из команды Клауд Найн уходят со своих позиций. При этом на длине опять никого нету. Ну а бомба-то под Б. Это снова фейки. Готовы ли парни из команды Клауд Найн к этому фейку? Ферр чекает те же позиции. Никого с левой теперь нету. Ситуация пока что 5 на 5. Холлен никого не видит. Ну а террористы почему-то заходят на Б с бомбой. Почему же они торопятся? Наказывает. ФНХ ловит Натинга. Можно ставить бомбу. Все хорошо для команды СК Гейминг. Ферр разваливает при этом стю и 2К. И команда Клауд Найн. Ситуации 2 в 4. Не знаю, сумеет ли потащить. Надежда, скорее всего, на Аутематика. На лучшего игрока североамериканской команды. Это вполне возможно. Последний раунд на оверпассе. Аутематик вместе с Кадудлом. С Кадудлом делает фраг. Однако падает вниз. И в этот момент еще и стреляет. Попытался хоть кого-то задеть. Выходит. Стреляет. Убивает ФНХа. Но Ферр заканчивает эту карту в свою пользу. Это Viva LaBrasil, друзья. Молодцы, парни. Молодцы. Ничего не скажет. Отличная карта. Это один из greatest comeback ever. То есть величайшие comeback в истории Counter-Strike. Снова оверпасс. С счета 13-2 теперь потащила команда SK Gaming. Свела все к дополнительным. Ну и на допах, конечно же, от команды Клауд Найн ничего не оставилось. Понравилось, что SK Gaming на дополнительных поняли, как нужно действовать. То есть они круто сумели проходить банан, отсекали коктейлем и Молотова соперников. Ну и сделали такую маленькую связку из двух раундов. То есть в первом раунде, который они взяли, они убили на А, а потом фейканули. И с бомбой поставили уже на точки Б. Хотя в том раунде тоже, по-моему... Они там даже не фейкан... Они мгновенно фейковали. То есть у них выход одновременно. Да, но на А-плэнте никого они не смогли убить. И ребята на Б поняли. Так, надо уже выходить, потому что 20-ая секунда. Мы как бы другого варианта нет. Последним раундом на самом деле был вопрос, почему они так долго сейчас показывают нам бразильцев. Показывают, что они реально вздыхают. То есть я давно таких бразильцев не видел. Наверное, только в гранд-финалах Мажоров и Молджи, соответственно, и Сэлл Анкёльна. А что касается А-плэнта, там реально что-то они очень долго выходили. То есть, возможно, Нервяк, возможно, даже Фоллан кричит уже «Давайте, вперед, идите!» Надо фокусить на себя соперника. Мы же фейкуем все-таки, парни. Плэнт заход с бомбой. Надо, надо своих тиммейтов сейчас. Сейчас надо своим тиммейтам помогать. Ну и мы выезжаем в студию аналитики к замечательной Мэг, Камерану и, конечно же, Куха. Добрый вечер, дорогие.